Я записываю это видео для того, чтобы мое свидетельство послужило доказательством преступлений, совершенных командованием 42-й мотострелковой дивизии. Я командир взвода разминирования инженерно-саперного батальона 42-й мотострелковой дивизии, расположенной в Чеченской республике, город Грозный. Старший лейтенант Ефремов Константин Владимирович. Вот мое удостоверение. В вооруженных силах с 2013 года. Родился и проживаю в республике Северная Осетия Алания, город Владикавказ. С 27 февраля по 24 мая находился на территории Украины. За это время был свидетелем множества преступлений и беззакония со стороны командования. Таких как создание импровизированных тюрем в здании школы в поселке Бельмак Запорожской области. Пытки, избиения, унижения военнослужащих 36-й бригады Вооруженных сил Украины. А также мирных жителей. На моих глазах заместитель командира 42-й мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Шапага Виталий Пронасович, находясь в нетрезвом виде, прострелил руку и ногу военнослужащему 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Также он допрашивал гражданских, которых подозревали в пособничестве Вооруженным силам Украины. Запугивание, унижение, травля. Со всем этим я и мои товарищи столкнулись при попытке уволиться и уехать, не участвовать в этом безумии. О всех преступлениях, о всех делах полковника Шапаги был в курсе начальник штаба дивизии полковник Саенко Александр Александрович. Также был в курсе и сам командир дивизии. При мне под охраной содержались трое военнослужащих 36-й бригады и трое гражданских. Также мне известно еще по меньшей мере от 20 военнослужащих, военнопленных ВСУ, которых допрашивал и пытал полковник Шапага, которые находились в разных местах. Сам я находился с середины апреля по середину мая в поселке Бельмак. Там находился штаб тыла 42-й дивизии. И все эти события происходили там же. Не будут. Сзади еще есть люди. Опа! Продолжение следует... Сзади-з�и! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые зрители! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете представить и рассказать, на какой позиции в российской армии вы находились на 24 февраля 2022 года И как происходили вот эти события, начиная с вторжения российской армии в Украину? Что вам об этом известно? На момент вторжения я находился в должности командира взвода разминирования 42-й мотострелковой дивизии инженерно-саперного батальона который дислоцируется в населенном пункте Ханкала, это Чеченская республика И находился сначала в Крыму с 10 февраля, прибыл на так называемые учения А уже на момент 27 февраля заехал на технике через Крым, через Крымское направление, через Джанкоя на территории Украины Но хочу сказать важный момент, что 24 числа я, когда узнал, что происходит пытался покинуть полуостров, уволиться из рядов вооруженных сил подошел к начальнику штаба 42-й дивизии, полковнику СМК, озвучил свою позицию на что услышал самые паршивые слова в свой адрес посылание на три буквы и тому подобное и то, что угрозы, что меня посадят как дезертира все равно принял решение уехать и уехал И по дороге с полуострова я решил приехать в часть написать рапорт и пройти процедуру увольнения Но по дороге мне позвонили товарищи, сообщили, что полковник Саенко построил личный состав объявил меня предателем и пообещал, что посадит меня, дал меня в ориентировку военной полиции и передал Министерство трудных дел ориентировку, чтобы я не смог выехать с полуострова Ну и следом военную полицию за мной в погоню Когда я это услышал, я, признаюсь, подумал, что нужно идти другим путем связываться с юристом, с военным адвокатом чтобы это не выглядело как самовольное ставление части Я юридически не сильная, моя сторона юридическая Я не военный юрист Поэтому подумал, что нужно вернуться Вернулся и параллельно связывался с военными юристами которые толком ничего объяснить не могли Они мне говорили, напишите рапорт Этот рапорт зарегистрируйте, сдайте Но как это все возможно в условиях того, где мы находимся в поле и среди грязи и суеты Кому какой интересен мой рапорт Я сейчас понимаю, что мне нужно было остаться в своей позиции верным и уехать, и уже в расположении части решать все эти вопросы Но на тот момент был в растерянности Не знал на самом деле, что делать Все оказалось как сюрреализм какой-то И началась война, и дезертирство И посадим на 7 лет, и все такое В итоге вернулся И заехал на территорию Украины На тот момент моя должность была Командир стрелкового взвода Перед отправкой в Крым на учение Меня из моей части Командира взвода разминирования Назначили на должность командира стрелкового взвода Зачем и почему, я не знаю Там Чем обусловлено было это решение, тоже не знаю И весь этот батальон состоял не из мотострелковых подразделений А сводный батальон Где служили солдаты Солдаты и водители С ремонтной роты Личный состав С роты РКБЗ И тому подобное С стрелковых подразделений сделали стрелковый взвод Ну ладно Так Заехали на территорию Доехали до Мелитополя Остановились в аэропорту Мелитополя Там находились какое-то время Две недели Что-то около того Постоянно были И в самом Мелитополе еще какие-то бои шли Но мы как бы были не в авангарде А как охрана штаба Наш батальон был А это охрана штаба дивизии А штаб Ну это понятно, да Он двигается Позади ударных подразделений Были постоянные обстрелы Со стороны вооруженных сил Украины И Наша ТВО Вооруженных сил Российской Федерации И взбивала Но был такой случай, что Сбила поздно Предположительно Это была точка у Вооруженных сил Украины И осколки упали На КАМАЗ Била парня Еще кого-то ранило Ну это было В метрах В шестистах Семиста От того места, где я был Например И на протяжении того времени Что мы там находились Несколько раз в день ПВО сбивало Вот Ракеты Потом Мне запомнился еще случай Что Началась Началась какая-то Стрельба Польба Непонятно Это было Среди бела дня Не ночью Природу И начало Этой польбы Я не знаю Но Все Не было Ни нашего командира батальона Ни кого-то Числа других офицеров Который бы Что-то скомандовал бы Который бы Дал бы ясные Какие-то указания Просто люди забегали С автоматами С растерянными лицами И Ждали Что вот Откуда ни возьмись Начнется Атака И Мне запомнилось Как метается танк Не поймет Какую ему позицию Занимать Как Бегают Взад Вперед Люди И Никто Никого не знает Нету Никакой Слаженности Я Оборачиваюсь Назад Вижу Как Рядом со мной Порядка Десятка человек Позади меня Человек двадцать Целится нам спиной То есть Полный Какой-то хаос Неразбериха Пролетает Какой-то беспилотник Непонятно Наш или не наш По нему все Начинают палить Я Не стреляю Потому что Не по нему Не вижу смысла Не понимаю Что происходит Короче Полный Хаос Ну это Как-то Самой Кто-то Убежал Кто-то Плачет Кто-то Рыдает Кто-то Трясется В общем Какой-то Бред Происходил Но потом Это все продолжалось На протяжении Получаса И Как Ни с того Ни с сего Началось Так Ни с того Ни с сего И закончилось И После этого Толком Никто и не понял Никаких ответов Что это Что это Вообще Было Такое Но Перестрелять Там Могли Друг друга Знатно Далее После Нахождения Под Мелитополем Нашим Сводным Батальоне Нас Разделили На группы Старшего Его Подчиненного Личного Состава Офицера Солдат Сержанты И 60 человек Отправили На охрану Артиллерии У меня Было В подчинении 8 человек Я 9 И Мы Нас Отвезли Охранять Дивизион Артиллерийский Реактивная Артиллерия Ураганы И Два Пиона Это 200 Миллиметровые Орудия Их Мы Охраняли С 20 Нет С 3 Сейчас Уже В датах Не запутаться С 3 Марта По 16 Апреля Артиллерия Постоян Куда-то Стреляла Иногда Знала Куда Стрелять Иногда Нет Но Им Приходили Координаты Они Стреляли Иногда Знали Что Это За Координаты Иногда Им Просто Приходили Координаты Без Пояснений Куда Они Стреляют И После Каждого Залпа Они Перемещались Мы Перемещались След за Ними Но Стреляли Не Продумали Как Мы Будем Питаться Что Мы Будем Спать Плюс Ко Всему До Сих Пор Еще С момента Отправки Из Пункта Постоянной Дислокации Не Было Практически Никого Бронежилета Помню Что Техника Была В ужасном Плачевном Состоянии Эти Установки Ураган Выплевывали Ракеты Перед Собой На 20-30 Метров Все Бежали В рассыпную Ложились Прятались То Они Заводились То Они Заводились Тягачи Брали На Буксирах Потом На буксир Брали Тягач И вот Такие Вот Поезда Составы Неисправной Техники Одна Единица Исправная Три Неисправная Таскались С поля На поле Я Сейчас Говорю О Плачевном Состоянии Техники О том Что Слабая Выучка Личного Состава Но Я Это Говорю Не в Контексте Того Что Я Сожалею Об этом Ситуации Когда Наша Страна Наши Вооружные Силы Нападают На Ни В чем Не повинное Государство На Людей Это Наоборот Хорошо Потому Что Меньше Проблем Мы Доставим Больше Хотя И так Было Конечно Доставлен Много Множество Проблем Но Я Хочу Скать Что Я Не Был Такой Позиции Что Я Не Был Не Не Принимал Участие Ни в Аннексии Крыма Я Не Был Сирии Не Не Принимал Участие В Вооруженном Конфликте В Донбассе Я Всегда Считал Это Каким-то Зашкваром Что Либо Слово Даже Найти Это Запятнать Себя В Чем-то Паршивом Для Меня Это Так Было И Поэтому Я И Пытался Уехать В Первый День Войны Ну Скажу Честно Боялся И Срока Какого-то Тюремного И Думал Рассуждал Как Более Рационально Поступить Сейчас По Прошествию Времени Уже Становится Это Все Ясно А Тогда Это Все Сумбур В голове Ты Не Знаешь Как Тебе Лучше Поступить Ты Ты В Панике В Какой-то Степени По Счастливой Случайности И По Божьей Воле За То Время Что Я Находился На Территории Украины Мне Не Пришлось Стрелять В Вооруженные Силы Украины Мне Не Пришлось Участвовать В Боистолкновениях От Моих Рук Не Пострадали Ни Вооруженные Силы Украины Не Боже Упаси Мирные Граждане Не Занимался Мародерством Не Занимался Вымогательством Но Хочу Попросить Прощения Перед Украинским Народом Перед Украинцами Что Так или иначе Моя нога Пересекла Границу Зашла В их дом С оружием В руках Я Не Прошенный Гость Я Не Званый Гость И В этом Тоже Моя Вина Как Бы Там Ни Бы Какой Б Я Хороший Не Был И Какой Будь Вред Или Отсутствие Вреда Не Нес Вместе С С С Сам Факт Того Что Я Незваный С Оружием Уже Накладывает На Какие То Какую То Ответственность И За Это Прощение Я В Свою Очередь Хочу Поблагодарить Вас Константин За Вашу Человечность За вашу Позицию Потому что Мы на связи Несколько Месяцев Я И вся Наша Команда Мы Очень Сильно Переживали Потому что Мы Знаем Вашу Историю Мы Старались Хранить Наш Контакт С вами В секрете И В тот момент Когда мы С вами Связались У вас Не было Возможности Покинуть Территорию России Ни документально Ни Каким-то Другим Там Все Аспекты Говорили О том Что вы Будете Находиться Еще Какое-то Длительное Время В России И при этом Мы понимали Вот Пообщавшись С вами Тогда Что У вас Есть Очень Важная Информация Свидетелем Чего Вы Являлись В том Числе Если Мы Сейчас Говорим Про Жестокое Обращение Про Пытки Применение Бесчеловечных Методов И даже Оружия В отношении Украинских Военнопленных Сейчас Когда вы Уже Пересекли Атлантический Океан Когда вы Находитесь За многие Тысячи Километров От Российской Федерации И от Спецслужб России У вас Есть Возможность Рассказать Миру Правду И я думаю Что Ваши Показания Будут иметь Огромное Значение И для Наших Уважаемых Зрителей И подписчиков Канала Гулагу Нет Среди Которых Есть И те Кто Занимается Международным Расследованием И те Кто Занимается Внутри Украины Расследованием Преступлений Совершенных В отношении Украинцев И я надеюсь Что со временем После транзита Власти Изменения Ситуации В России И внутри России Тоже Национальные Правоохранительные Органы Тоже будут Проводить Проверку И расследование Не против Вас За то Что вы Войну Называете Войной И рассказываете О том Что происходит Будут проводить Проверку По факту Злоупотребления Превышения Должностными Полномочиями В том числе С применением Пыток В отношении Целого ряда Сотрудников Вот Если можете Об этом Расскажите Пожалуйста Чему Непосредственно Вы являлись Свидетелем Очевидцем Что вы наблюдали Где это Происходило В какой Период Как долго Это продолжалось Кто Персонально Из Сотрудников Вооруженных Сил Российской Федерации Принимал Участие Вот В этой Жестокости И Как вы Все это Воспринимали И Как на это Реагировали Я остановился На том Что С 27 Февраля По 3 Примерно Марта Находились Мелитополи Потом 3 Марта По 16 Апреля Занимались Тем Что Охраняли Артиллерию После Этого Мы Так Охраняли Ее Что Им Это Не Нравилось И Командиру Нашего Батана То есть Мы Их Не Охраняли То Как Нас Кормили То В каких Условиях Мы Жили Мы Назвать Это Каким Саботажем Да Может Может Быть И Не Назвать Ну Тихим Бунтом Потому Что С тебя Требуют Но Никто Тебе Не Тебя Не Обеспечивает Поэтому Артиллеристы Сказали Командиру Нашего Баталина Забирай Своих Ребят Они Нам Не Нужны И Он 16 Апреля Забрал Нас В Поселок Бельмак Запорожской Области В этом Поселке Было Что-то Вроде Импровизированного Штаба Тыла Это Такая Большая Территория С ангарами Я не знаю Как Точно Назвать Я Не Сельскохозяйственник Не Аграрий Ну Там Были Боксы Большие Ангары Для Хранения Зерна Какие-то Ремонтные Боксы Для Тракторов Подсобные Помещения Что-то Вроде Офиса С Все Этой Который Который Занимался Этой Деятельностью Рядом Были Гаражи Гражданские А напротив Жилые Дома Одноэтажный Частный Сектор И Моя Задача Была Вместе С моими Бойцами Охранять У меня Также В подчинении Порядка Десяти Человек И Мы Осуществляли Контроль Въезда Выезда ТПП Этот Штаб Тыла 42 Дивизии Старшим Должностным Лицом На Этой Территории Штаб Штаба Тыла Был Полковник Шапага Виталий Пронасович Его должность Заместитель Командира 42 Мотострелковой Дивизии По Работе С личным Составом По Военно-политической Работе Замполит Дивизии Проще говоря Помимо Него Там Было Достаточно Других Офицеров Проводились Совещания С командирами Батальонов С командирами Батальона Рэп С командиром Сводного Батальона Эвакуационный Рот И так далее Подразделений 42 Дивизии Не могу Сейчас точно Вспомнить Где-то В 20 Числах Апреля Пропал Интернет Мы не знали Причины По которой Он пропал Вообще То есть Он был А тут Он был Какой Никакой Но был А тут И вообще Совсем Не стало И Достаточно Обширной Территории Его не было Во всем Поселке Точно А потом Выяснилось Что это Сделали Вооруженные Силы России Специально Для того Чтобы Бойцы 36 Бригады Морской Пехоты Мариуполя Которые Защищали Завод Ильича Который Находится Рядом С Азовсталью Они На тот момент Бежали Оттуда Чтобы не сдаваться Выходили Из окружения И У них Разбились Они Несколько групп Порядка 200 250 Человек На группы По 15 10 5 Человек И Какую-то Из этих Групп Задержали Вооруженные Силы Российские И Выяснили Допросили Выяснили Что У них Есть Какой-то Условный Один номер По которому Они должны Выйти на связь Как И Условный Населенный Пункт Или Несколько Населенных Пунктов И Чтобы Затруднить Им Выход Из окружения И Маршрут И Путь Вырубили Интернет И Это Сработало Потому Что Те Группы Начали У Кого-то Не было Карт Бумажных У Кого-то Были Только Навигаторы Планшеты Телефоны Они Начали Блуждать Они Могли Передвигаться Только Ночью Днем Отсыпались Прятались Вдали В укрытии Где-то Как-то В местах Таких Начали Они Выходить Не туда Знаю Что Был Случай Что Встретились С Убили Двух Разведчиков Группа И Скрылась То есть Какие-то Столкновения Происходили Боевые Но В итоге Мне Неизвестно Какое Количество Бойцов 36-й Бригады ВСУ Выбралось Но Порядка Что Мне Известно Это 20-30 Военнослужащих Включая Военнослужащих Женщин Были Взяты В Плен Задержаны Они Начали Плутать Походить Не туда Из-за Потери Интернета Потери Связи Не смогли Созваниваться Не смогли Это Помешало Им И Вот В какой-то Из дней Тату Точно Назвать Не могу Но Это Опять же Наверное Между 20-30 Апреля Привозят В штаб Тыла Троих Бойцов Троих Военнослужащих Военнопленных Их Размещают В Гараже Обычный Гражданский Гараж Маленький Легковой Автомобиль Которые Стоят В ряд Жителей Этого Поселка И Они Содержатся Там Под охраной А Полковник Шапага Замполит Дивизии Вместе С Командиром Третьего Сводного Батальона Майором Дутовым Моего Батальона В Вообразили Что они Следователи И Пыточники И начали Допрашивать Этих Военнослужащих В СУ Это происходило Так Их выводили Из Гаража Заводили Этот Офис И Там Полковник Шапага Начинал Допрос Запрашивал Должность Их Их Звание Ну Все Что Представляло Какой-то Интерес Все Что Они Могли Сказать А После Этого Я Хочу Еще Описать Этих Ребят Я Точно Знаю Что Самому Молодому Из Их Была Он Был 96 Года Рождения Имени К сожалению Я его Не помню Другие Двое Это Постарше Были Уже Взрослые Мужчины Лет Один Был Лет 37 Другой Примерно Так же От 35 До 40 И Вот Этот Молодой Парень Который 96 Года Рождения Он Признался Честно Сказал Что Он Снайпер И Когда Полковник Шапага Услышал Что Он Снайпер У Него Ему Снесло Крышу Те Двое Тоже Получали Побои Но Особенно Акцентировался Зампалит На Вот Этом Парне Как Происходили Допросы Полковник Шапага Мог В Нетрезвом Виде Спустить Штаны С Этого Парня И Приказать Кому Нибудь Нести Швабру И Спрашивать Его Этого Парня Женат Или Ты Он Спрашивает Женат Он Говорит Да Сейчас Мы Из Тебя Девочку Сделаем Ну Никто Ему Швабру Конечно Не Нес Все Понимали Что Это Бред Пьяного Полковника Ну Я Мне Даже Страшно Представить Что Этот Парень Переживал Дальше Больше Он Брал Свой Пистолет Служебный Свой ПМ И Приставлял К Голове Этого Парня И Считал До Трех Буду Считать Потом Клянусь Я Тебе Пристрелю Это Я Его Слова Цитирую До Пяти А Самое Глупое Самое Дебильное Что Он От Него Требовал Это Его Слова Были Такие Назови Мне Имена Националистов В Вашем Батальоне В Вашей Роте Вашем Взводе Он Говорит Я Не Знаю Националистов Я Не Знаю Что Вы Имейте В Ввиду О Ком Вы Говорите И Он Ах Ты Такой Секой Ты Не Знаешь И Бьет Его Рукояткой Пистолета Ведет Счет Потом Стреляет Рядом Потом Опять Ведет Счет Говори Опять Стреляет Рядом Он Стреляет Рядом С ухом Одним Он Держит Пистолет К Колбу К Лбу Этого Парня Считает Стреляет Справа От Его Головы Рядом С ухом Потом С другой Стороны Рядом С ухом Потом Кричит Ему Говори Кричит Что Я Не Слышу Ты Мне Врешь Как Ты Не Слышишь Я Говорю Товарищ Товарищ Полковник Вы Его Глушили Он Не Слышит Он Врет Ну Понятно Что Там Были Другие Выражения А Не Врет Что Пьяный Полковник Себя Особо Не Сдерживал Ни В Выражениях Ни В Действиях Своих И Уведут Парня Другого Приведут А Еще Он Честно Признался Что Он Снайпер И Во Время Допросов Полковник Шапага Обвинял Его В том Что В Принципе В Чем Он Не Может Быть Виноват Он Могрел Такие Слова Типа А Ты Знаешь Что Вот Моего Друга Тоже Снайпер Застрелил Ах Ты Тварь И Ударит Его И Еще Там Ударит И Еще И Я Спрашивал Этого Парня Я Говорю Почему Ты Сказал Что Ты Почему Ты Признался Что Ты Снайпер Надо Было Тебе Сказать Что Ты Не Знаю Водитель Там Не Стрелок Обычный И Он Говорит Я Боялся Что Вдруг Моих Товарищей Будут Пытать И Выяснится Что Я Солгал Тогда Мне Еще Хуже Было Ну Это Как Справедливое Наверное Замечание С Его С Но Я Считаю Что Он Не Должен Был Признаваться Но Я Замполит Запрещал Кормить Иногда Разрешал Ну Мы С Ребятами Как-то Пытались Подкармливать В гараж Ночью Приходили Накидали Там Соломы Какой-то То Я Я Сейчас Не Хочу Себя В чем-то Хвалить Себя Вот Как-то Выгораживать По Хорошему Меня Там Вообще Не Должно Было Быть Раз Так Получилось Что Я Там Оказался И Эти Люди Там Так Оказались Для Меня Они Защитники Своей Страны Хорошие Они Плохие Какие Бо Ни Были Они У Себя Дома И Их Право Защищать Свою Страну Защищать Свой Дом А Когда Над Ними Издевается И Глумится Какое-то Пьяное Чмо Которое Еще В такой Должности Это Ни В какой Армии Мне Это Не Понравилось Ни В отношении Никаких Других Каких-то Боевых Конфликтов Там Не Важно На Другом Конце Света Я Б В любом Случа Считал Это Мерзостью Помимо Того Той Локации Где Это Все Происходило В поселке Бельмак Полковник Шапага Еще Ездил В Другие Населенные Пункты Где Также Содержались Под Стражей Военнопленные Этой Бригады И Там Тоже Проводил Свои Допросы В Итоге На Протяжении Того Времени Что Эти Трое Военнопленных Находились Именно Там Там же Где Находился Я В Этой Локации На Какой-то Рим Базе В Один Прекрасный День Уже Вечер В очередной Раз В пьяном Виде Полковник Шапага Опять Пистолетом Допрашивал Опять Этого Бедного Снайпера И Сказать Что У него Какие-то Способности Следователя У него Их Нет Он Просто Задавал Тупые Вопросы На Которые Хотел Услышать Какие-то Ответы Но Не Слышал Их Тот Этот Парень Уже Кричал Я Я Снайпер Он Скольких Ты Убил Кого Ты Убил Он Говорит Я Никого Не Убил Он Сколько Раз Три Раз Один Раз Два Раз Промахнулся Точно Третий Раз Не Знаю Ранил Вообще Или Не Ранил Или Вообще Не Попал Ах Ты Такой Секой Ты Убил Нашего И Опять Избиение Помимо Этого В Этих Допросов На Этой Территории Находилось Большое Количество Военнослужащих Военнослужащих 42 Дивизии И В принципе Их Держали Под охраной Они Были Закрыты В гараже И Человек Боец С автоматом Охранял Но Кто За этими Как За этим Особо Никто Не следил Какие-то Абсолютно Шариковые Я их По-другому Не могу Назвать Из Шариковые Это Из Собачьего Сердца Приходили И На Беседу К ним То есть Часового Этого Просили Открыть Гараж И Начинали Им Тоже Что-то Там Рассказывать Ну Цирк Родов И Могли Ударить Могли Там Пнуть И Я Когда Это Видел И Я И Мои Подчиненные Ребята Мы Это Пресекали Мы Говорили Этому Человеку Который Охраняет Что ты Делаешь Зачем Ты Запускаешь Сюда Да Вот Они Нацисты Туда Сюда Какие-то Какую-то Нелепицу Несет Они Враги Откуда Ты Знаешь Кто Он Ну И Так Далее Слово Заслова И Как Б Я Видел Как Этот Парень Сидел Завязанными Глазами За Военнопленного Говорил На Корточках И Кто-то Какое-то Животное Скотина Подбегает И Ногой Ломает Бьет Ему По лицу Ломает Ему Нос Зачем Ты Это Делаешь Он Ничего Не Говорит Ну Очень Хотелось Бы Врезать Ему Так Жену Это Было Как Как Бы Это Было Воспринято Как Какому Конфликту Это Привело Все С Оружием Сейчас Если Бо Я Встретил Этого Негодяя Я Б Я Б Врезал Бо Ему Так Ж С Удовольствием Он Еще Завязанными Глазами Не Видел Удара Многие Да Я думаю Всем Понятно Что Когда Ты Не Видишь Удара Тебе Десять Раз Больнее Пытались Ему Как-то Нос Вправить Но Мы Не Медики И Вот Так Он С Разбитым Носом Дальше Продолжит Ходить К Замполиту На Допросы И Вот В Один Из Вечеров Ночей Полковник Шапага Все Таки Прострелил Этому Парню Снайперу По Касательной Руку Ну Поцарапал И Ногу Правую Ногу Ниже Колена С Переломом Кости Мы Перебинтовали Его Ну Какую-то Помощь Первую Оказали Кровь Остановили И Так Он Ночь С Абгенстрельными Этим Ранениями Ночью Переночевал На следующий День Его Отвезли В Госпиталь И Я Я Не поехал Но Мои Мои Друзья Мои Товарищи Мои Подчиненные Они Они Сказали Ему Ты Не говори Не вздумай Сказать Что ты Военнопленный Молчил Вообще То есть Его Под видом Военнослужащего 42-й дивизии Привезли В госпиталь Чтобы Еще там Над ним Не Учинили Никакого Зверства Гипс Ему наложили Вернули Обратно Ну И После Этого Допросы Замполит Они Прекратились Он Каждый День Полковник Шапага Уезжал Допрашивать Я Как Подозреваю Что Весь день Он курсировал По Военнопленным По разным Населенным Пунктам А Отдыхал Спал Именно Вот В штабе Тыла Это Он Произировал Помимо Этих Трех Военнослужащих ВСУ Были Еще Гражданские Задержанные Был Божилой Мужчина Возраста 65 лет 60 лет Его Подозревали В том Что Он Корректирует Артиллерию ВСУ Конкретного Ничего На него Не было У него Был Старый Кнопочный Телефон Как Там То Место Где Его Константин Я сейчас Покажу Вам Фотографию Это Вот Этот Вот Виталий Шапаго Сейчас Так А я не вижу Фотографию А вот так вот Видите Нет Я вижу Ваш Аватар И все Вот Нажимаю Нажимаю Ваш Аватар И Ничего Не Происходит А Хорошо Я Сейчас Отправлю Вам Здесь В мессенджере Сейчас Одну Секундочку Отправил Посмотрите Пожалуйста Да Совершенно верно Это он Да Я просто А еще раз Да Это Шапаго Виталий Пронансович Да Просто Чтобы мы Опознали Если можно Теперь Тогда Продолжите Пожалуйста Про Гражданское Лицо Гражданские Которые Тоже Были Задержаны Вот В числе Них Был Этот Пожилой Мужчина Который Подозревался В том Что Он Корректирует Наводит Огонь Артиллерии Украинской Его Также Содержали В этом же Гараже С военнослужащими 36-й Бригады ВСУ Потом Молодого Совсем Молодого Парнишку Мальчишку Тоже По такой же Причине По такому же Подозрению Задержали Его Он был Точно Несовершеннолетний А 15 От 15 До 17 Вот так Ему Было Он Бедняга Дрожал Весь Трясь Боялся Что Его Убьют Он Видел Этих В гипсе Избитых С переломанными Носами Выбитыми Зубами Военнопленных Он был Просто В ужасе В шоке Мы как-то Пытались Принести Им Поесть Уже В ночное Время Но Все это Приходилось Делать Так Чтобы Не Конфликтовать Во-первых С командирами Во-вторых С С Шариков Шариков С Патриотами Болванами Которые Готовы Умирать И Воевать И Убивать И Мародеж И Для Них Эти Военнопленные Это Злодей Гады Негодяи Которые Просто Свой дом Защищают Вот С ними Чтобы Не Сталкиваться Хотя С ними Мы Особо И Не Церемонились И Не Не Боялись С ними Там Сталкиваться Но Все же Как-то В ночное Время Им Приносили Поесть Чай Какой-то Горячий Заварить Было Еще Холодно На улице И Как-то Поговорить С ними Ну Конечно Мы Не Говорили Им Там Простите Нас Мы Ну Как-то Поддерживали Их Там Вас Обменяют Вас Не убьют Не переживают Хотя Мы Сами Не знали Что С ними Дальше Будет Но Люди С завязанными Глазами Завязанных Их Приказывали Держать С завязанными Глазами Завязанными Руками Так Что У них Уже Пальцы Синели Это Никуда Не годится Так Быть Не должно И Мы Мы Как-то Мне запомнился Случай Когда Я Сам Родом Из Владикавказа Родился И Вырос Там И Мой Товарищ Тоже Мой Близкий Друг Он Там Находился Со Мной И Он Подходит К повару И говорит Набери Еды Для Них А Повар Ну Полевая Кухня На Урале Автомобили И Повар Говорит Нет Нет Им Нельзя Им Запретили Им Жидали Хлебцы Там Какие-то Сухого Пайка Хлебцы И он Ты кого Боишься И Показывать Пальцем На Кабинет Где сидит Шапага Его Или Показывает Наверх На небо Его Тот Взял Молча Наложил Еды И Отдал Моему Другу Он Пошел Их Накормил И Остановился На Том Что Военнопленных Было Трое А К ним Добавилось Еще Двое Гражданских Это Пожилой И Подросток Их Допрашивали Могли Там Пнуть Ну Без Людоедства Без Какого-то Остервенения В отличие От Военнопленных Но Тоже Мало Приятного Конечно Они пережили Эти люди Особенно Этот Мальчишка И Я Как-то Днем Их Иногда Я У этого Человека Который Военнослужащего Который Их охранял Я Просил Выведи Их Открой Дверь Они Ходят Там В туалет В этом же Гараже Открой Дверь Выведи Их На солнце Посади Сюда На лавку И Вот Он Стоит С Автоматом И Сидит Этот Пожилой Мужик Пленник И Он Ему Тычет Автоматом В грудь И Это Ну Не Сложу И Сразу Заметил Что Ты Делаешь И Он Он Враг Ты Откуда Знаешь Я Даже Даже Если Так А Чего Ты Его Защищаешь Я Говорю Я Вижу Что Ты Занимаешься Непонятно Чем Ты Говорю У Тебя Наклонности Какие-то Садистские Или Что 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 С Тобой Не Так Что Ты Ты Автоматом Или Он Ноги Пленник Разведет Ну В стороны Как-то И Он Поставь Ноги Вместе Парню 24 Года И Он Я Не Поймаю Для Меня Не Доходит Почему Он Это Делал Я Просто Когда Это Видел Я Делал Какое-то Замечание Когда Я Уходил Он Продолжал Это Был Еще Один Интересный Пленник Его Во Все Территории Запорожской Области Под Контрольной Российской Армии Были Поставлены Блокпосты Блокпосты Через каждую На въезд В населенный Пункт На выезде Из населенного Пункта И Они Таким Образом Я не знаю Для чего Это было Сделано Это Доставляло Только Тысячу Хлопот И Бессмыслица Полнейшая Человек Который Которым Нужно Проехать 20 Километров На Гражданский Человек Житель Украины Он Останавливается Его Проверяют Документы Через 500 метров Останавливается Опять У него Проверяют Документы Берут У него Телефон Смотрят На телефоне Не состоит Ли он В каких-то Группах Куда он Может Скидывать Фотографии Смотрят Его Фотографии Не так Сказал Не так Посмотрел Не так Повернулся И Неадекватная Реакция От этих От этих Людей Которые стоят На Блокпосту Это были В основном Эти люди Были в основном Из числа Ополченцев ДНР ДНР ЛНР Ну вот это Быдло Но они Были Быдлом Я Не знаю Все они Быдло Или нет Но Тех Кого я Видел Были Быдлом Натуральным Пьяницами И Шариковыми И вот В один В один День Едет Мужчина Со своей Матерью Его Восстанавливают На этом Житель Украины Его Восстанавливают На членом Блокпосту А у него Айфон И ему Говорит Этот ДНР Ему Говорит Мне нравится Твой Айфон Дай мне его Ну Наверное У них Диалог Другой Был Но Я Примерно Я Разговаривал С этим Хозяином Этого Телефона Который В итоге Оказался Пленником Тоже И он Говорит Я Не дам Тебе Это Мой Телефон На Проверяй На Смотри В чем Проблема Нет Я Должен Его Проверить Ты Езжай Ну Как Это Так Верни Телефон И Я Поеду Привезли В штат Тыла Ну Где я Находился Где Находился Полковник Шапага И Остальной Зоопарк Нашлись И Пленники И Его Выгрузили С машины Закинули В гараж В гараж Закинули С гаража Привели Допрашивать Выясняется Во время Допроса Что Он Оказался Врачом Анестезиологом Который В 2015 Году Оперировал Раненых В Донбассе На Донбассе Раненых Ополченцев А Сейчас Ополченец У него Хотел Забрать Айфон Он Негодовал Другие Кто Его Допрашивал Полковник Шапага Майор Дутов Майор Дутов Я еще Расскажу Не забуду Рассказать Какая у него бита Была Импровизированная Ну Майор Дутов Был Помощником Шнырем Полковника Шапаги И Где Шапага Хотел И бил Военнопленного Там Тут же Подскакивал И майор Дутов Со своей Битой Деревянной И Насчет Я сейчас Чуть отвлекусь Но Это тоже Хочу Это сказать Когда я В первый день Начала войны 24 февраля Прежде чем Зайти к Начальнику Штаба 44-й дивизии Подошел К Своему Командиру Вот этому Новому Командиру Майору Дутову И говорю Я Хочу Уехать Он говорит Почему Я говорю Пусти меня К начальнику Штаба Он говорит Почему ты хочешь Уехать Я ему говорю Я не хочу Чтобы даже Моя нога Заходила На территорию В Украине И он Да как это так Да что это такое Да ты же нормальный парень И я ему говорю Я для себя И говорю Решил И Ну я говорю Ему говорю Не надо Я так Говорить ему Не буду Начальнику Штаба Дивизии Полковнику Стоянка Я просто скажу Что Мама у меня Одна дома Она Очень переживает Я не могу Ну Не буду Называть На тот момент Провоцирующую Причину Именно свою Антивоенную Позицию Озвучивать И он говорит Хорошо Хорошо Зашел К начальнику Штаба Майор Дутов Вышел Говорит Заходи Я зашел И Начальник штаба Полковник СНК Говорит мне Ах ты такой Секой Говоришь Чтоб твои ноги Здесь не было То есть Майор Дутов Полностью Слово в слово Передал Все Как на ладони Меня Выдал Сдал Ну это Свойственно Многим Российским Российским Офицерам Выслуживаться Любым способом Без разницы Каким Любым Я сейчас Отвлекся Я вернусь К тому Анестезиологу Который Лечил ДНР И ЛНР А теперь ДНР и ЛНР У него Хотела забрать Телефон В итоге Все таки Его отпустили Но Я Взвесился Захожу В Кабинет В комнату Где сидят Офицеры Там На тот момент Там был Майор Шапага Там еще Другие офицеры Нет Майора Шапаги Не было Там Были Командиры Разных степеней От старшего Лейтенанта До майора Капитаны Порядка 7-8 человек И Многие Из них Общались Допрашивали Вот этого Мужчину Анестезиолога Я говорю У него крестик Пропал Надо его крестик Найти Кто его взял Они молчат И смотрят на меня Как будто Я Они на меня Так все посмотрели Как будто Я зашел С накрашенными губами Или Я не знаю Зашел С Ну то есть С таким удивлением С таким видоумением Типа тебе что Больше всех надо И Один Один из них Мне говорит Ну что мне теперь сделать Свой можешь Сему отдать Я говорю Ну это же святое Это как Это кем Нужно быть Чтобы Крест человека Снять Так же Никто не делает Так Никто не делает Я не знаю Таких людей Как их назвать Кто крестик Украдет Да с кого бы то ни было И в итоге Так он не нашелся Его крестик И кто его с него снял Он сам Помнил Что Когда его привезли На нем он был А Его с завязанными глазами Привезли Он говорит Я не помню Кто ко мне подходил Кто-то меня Панул Кто-то меня там Руки за спиной завязал И так далее И вот Недолго он пробыл В течение дня Этот парень Ну ему Он возраст От 35 до 40 Молодой Анестезиолог А был еще один Интересный Интересный Гражданский Пришел Сам Никто не заставлял Попросился Поговорить Со старшим Ну Досмотрели Его Посмотрели Все Пойдем Что хочешь Рассказать Он говорит У меня есть информация Я Он Это Это житель Житель этого Поселка Бельмак Житель Украины Я Не помню Его Фамилии Имени Я просто знаю Что Ну мужчина лет 45 Примерно И говорит он У меня есть Ценная информация Про Вооруженные Силы Украины Которые Вам может быть Интересно Его Обняли И наш брат И наш друг Пожали руку Садись сюда Рассказывай Рассказывал Он рассказывал А потом он Стал получать По башке Стал получать Побои Пинки Крики Слышать И он Он был удивлен Очень удивлен Таким Отношением Себе Но В итоге Пару дней Он Переночевал Вместе С другими Пленниками А потом Его Пнули Пнули Под Подзад Ногой И сказали Иди Отсюда И он Пока Валял Набитый Побитый Униженный Тоже Вот Такой Интересный Персонаж Сам Пришел Сам Получил И ушел Вся Эта История С пленниками Закончилась Ну Надеюсь Закончилась Хорошо Для них Но я Этого К сожалению Не знаю А На моей памяти Когда я там Крайнее Что я видел Это Как их Увозили В Мелитополь В Мелитополь Концентрировали Всех Военнопленных Ну И Я думаю Что не только С числа Вооруженных Сил Украины Но и Гражданских Которых Подозревали Там В каком-то Пособничестве Точно Их Связали Заклили Им глаза И увезли На команде Потом я слышал Что И этого Снайпера С гипсом И Других Двух Мужчин Военнослужащих 36-й Бригады ВСУ Морской Пехоты Один был Водителем Другой По-моему Тоже был Водителем Ну Не бог Весть Какие у них Должности Они не Офицеры Не Не Разведчики Но Пытали их И Допрашивали Как Как шпионов Самых Настоящих И Отвезли В Мелитополь На этом Больше Пленников Я Не встречал Не видел Там Знаю Что в Мелитополе Да Я уже Может повторяюсь Их Опять же Там Держали Уже На каком-то Ну Это Те ребята Которые Отвозили Их Когда в Мелитополь Привезли Высадили Какая-то Площадка Ни крова Ни над головой Ничего Вот так Содержали На земле И там Еще Тоже Спрашивали Там Дополнительные Команды Пояснительные Которые Тоже Хотят Знать Кто Ну Садисты Шариковые Другие Вот Которые Опять Их Допрашивают Спрашивают Опять Избили Этого Снайпера Который С переломанной Ногой В гипсе Других Избили Это то Что Мне Сказал Водитель Команды Который Увез Туда С бельмака В Мелитополь Я понимаю Что Очень тяжело Все это Заново Раз за разом Вспоминать Даже Владимир Не настолько Тяжело Сколько Противно Было Находиться Среди Людей Которые Выглядели Непонятно Кем Их Нельзя Назад Животными Животное Не совершает Гадости Особенно Это Это Действительно Чудовищно В целом Вот Вся Эта Картина Как Происходило Потому Что Ну Вот Наверное Такой Вопрос Который Я всем Кто Побывал В Украине Вот И Принимал Участие В войне Задаю 24 февраля Владимир Путин Во всеуслышание Всем рассказывал О том Что Очень важно Заниматься Деноцификацией Украины Что якобы Она просто Кишит Вся Нацистами И так далее Вот Вы С какого По какой Период Были в Украине В 2022 году 27 февраля По 24 мая Это Несколько Месяцев Вот За эти Несколько Месяцев Вы Встречали Хоть раз Вот Какого-то Нациста Как Вот Мы с вами Когда-то Когда росли Смотрели Эти фильмы Про то Как Союзники Во главе Советской Армии Освобождают Территории Бьются С фашистами С гитлеровцами Вот То что Рисовала Картинка Пропаганды Россиянам Пытаясь Каким-то образом Оправдать Эту войну Вот Вы за эти Месяцы Видели Каких-то Настоящих Нацистов Это Первый вопрос И Соответственно Были ли Украинцы Которые Встречали Вас С хлебом С солью Благодарили За то Что вы Пришли Вот Освобождать От неких Нацистов Украина И так далее Я Националистов Нацистов Националистов Не встречал Не видел Я видел В поселке Бельмак Мемориал Войнам Посвященный Войнам Героям Великой Отечественной Войны Он был Ухоженный Он был Видно Что им Занимались Видно Что его Никто Не раскринял И Для меня Это было Очень Очень Показательно Что Что Какие Да Получается По поводу Местного Населения Могу Тоже Сказать Я Его Встречал Мало Так Как Оно Вынуждено Бежать От Спасительной Армии И В основном Это были Пожилые Люди Либо Пожилые Люди Которые Возможно Растили Детей Маленьких Без Без Родителей И И Той Даже И пожилые Через Через дом Через Десять домов Какая-то Пожилая Пара Или Один Старик Пожилой Кстати Напротив Этого Штаба Тыла Жила Пожилая Пара Семья Я Приходил К ним В гости Брал Что-то С собой Взять Тушенки Макарон Я Хотел Скупаться Я Соседние Дома Были Заброшенные Ну Как Заброшенные Оставленные И В них Тоже Селились Бойцы Бойцы 42-й Дивизии В них Заселялись Разного Разного Формата И Жили Там Купались Но Я Не Хотел В этот Бедлан Приходить Мне Морды Были Многих Противны Поэтому Я Решил Собрать Немного Еды Попроситься К этой Пожилой Паре Зайти Искупаться Они Меня Встретили Я Говорю Два Жилая Пара Не Престарелая Лет 65 Мужчина Женщина Я Говорю Извините Что Я Вам В дом С оружием Я Простите Нужно Зайти Искупаться И Они Говорят Да Да Конечно Заходи И Такие Растерянные Ну Я Я Понимаю Сейчас Они И без Моей Вежливости И как бы Я Себя Не вел Они Видят Человек У человека За спиной Автомат Конечно Они И будут Улыбаться И Будут Вид Создавать Что Они Рады Тебе Хотя Они Имеют Полное Право Последними Проклятиями Покрыть Там В своей Голове Но Тем не менее Я Зашел Общался С этим Хозяином Мы С ним Курили Пили Чай Кофе Общались За то Что происходит Он Как-то Наверное Проникся Ко мне Что-ли Что Не боялся Со мной На Эти Темы Говорить Мы С ним Разговаривали Про То Что Происходит Он Он Поражался Что Что Это Такая Братская Любовь Что Он Вокруг Что Происходит И Негодовал Этот Пожилой Мужчина Он Сказал Моему Сыну Пришлось Сбежать Там Уехать С Петербурга Он Работал Дистанционно В Петербург Какие-то С Петербурга Какие-то Заказы Приходили Он На Компьютере Что-то Делал В итоге Остался Без Работы Теперь Ему Ничего Ни Заказов Нет У Взял Свою Дочку С Мелитополя Его Сын И Маленькая Внучка И Невестка Вынуждены Были Уехать Куда-то В другой Город Украины Сбежать А он Говорит Я Не Могу Оставить Свой Дом Как Я Оставлю А Да Он Меня Зовет Но Я Не Могу И Он Рассказывал Что Про Язык Рассказывал Никогда Говорит Язык Российский Украинский Российский Язык Не Запрещали Не Ущемляли Что Это За Сказки Что Это За Бред На Какой-то Период Времени На Наоборот Считалось Что Ну Это Еще Во Время Советского Союза Что Тот Кто Говорит По-русски Он Грамотный Образованный То То Он Как Не Хотел Сказать Что Тот Человек Кто Говорит На Украинском А На Русском Не Говорит Он Деревенщина Нет Он Не Это Хотел Сказать Он Просто Говорил Что Не Было Никакого Ущемления Русскоговорящих И Никаких Нападок В сторону Русской Русской Культуры Русских Деятелей Культуры И Тому Подобного Ученых Ни 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 Преследований Не Было Что Байки Все Бредни Что Кто То Один Человек Сошел С ума И Решил Что Хочешь Не Хочешь Дружи И Люби И Давай К нам Присоединяйся И Голосуй На Референтуме Как Надо Был Такой Момент Я Захожу В душ И Я Не Могу Взять С собой Автомат Я Только Что С Этим Человеком Сидел На Кухне И Разговаривал И Как Сейчас Будет Выглядеть То Что Я Возьму С Автоматом Зайду В душ Это Это Недоверие Это Какое-то Двуличие Какое-то Я Его Не Взял Оставил Свой Автомат На Кухне И Зашел Я Не Думал О Том Что Он Меня Отравит Что Он Сделает Мне Там Добавит Пресинового Яда В Чай Я Знал Что Это Он Сделает Я Не Знаю Почему Это Знал Я Не Боялся Я Зашел В душ Без Автомат Он Мне Стучится И Дает Автомат Я Говорю Нет Говорю Я Не Возьму Его Оставил Пусть Там Лежит И Вот Так Приходил К Ним И Мы С Ним Общались Он Мне Подарил Зажигалку Своего Отца Который Он Говорит Он Всю Войну С ней Прошел Вот Пускай Будет У тебя Талисманом Твоим Он Счастье Тебе Принесет И Удачу Еще Помню Одного Пожилого Деда Он Его Гараж Вскрыли И Вытащили У него Болгарку Ну С диском Пилить Я думаю Что все знают Что такое Болгар И Сварочный Аппарат Он Бегает Как Человек С такой Трагедией У него Такая Трагедия Что Как будто Он Потерял Как будто Взрослый Потерял Ребенка На рынке А Кто Это Когда Это Было А Кто Это Сделал Как Это Может Быть Да Что Это Такое Ну Что Это Такое Я Говорю Что Случилось Отец И Вот Гараж Скрыли Болгар Нету Сварочного Аппарата Нету Я Я сварщик Я работаю Я этим Зарабатываю У меня Пенсия Маленькая Я Я Только Этим И живу Я Начинаю Бегать С ним Мы К одним Подходим К одной Группе Шариковых К другой Группе Шариковых Я Спрашиваю Кто Взял Я Я Про Бойцов 42 Дивизии Сейчас И Кто Взял Говорю И Они Мы Мы Не Брали Нет Кто Не Брал Нет Не Знаем Не Видели Не Проходил Нет Мы Сейчас Только Проснулись Мы С облака Только Упали Мы Ничего Не Видели Мы Не Знаем А Я Говорю Прости Говорю Отец Вынес Ему Дал Там Опять Тушенки Дал Еще Что-то Макарон Он Молча Взял И Ушел Так Тоже Спасибо Не Сказал Ну Мне Какое Мне За что Мне Спасибо Тяжело Все Это Тяжело И Я Вот За Совестливость И За То Что Вы Так Все И Честно Рассказываете И За То Что Понимаете Что Там Происходило Просто От Меня Спасибо Огромное Константин Я Правда Я Эти Несколько Месяцев Я Очень Сильно За Вас Переживал И Когда Последние Недели Начался Сам Процесс Эвакуации Когда Что-то Где-то Не Получалось Одно Из Новогодних Желаний Для Меня Было Чтобы У Вас Получилось Улететь Чтобы Вы Имели Возможность Рассказывать Миру Правду Потому Что Это Имеет Огромное Значение Константин Хотел Задать Вопрос Часто В Прессе Встречал Вот Именно Рассказы Короткое Какое-то Описание Про Мародерство Но Подробного Рассказа Какого-то Такого Здравомыслящего Человека Который Может Спокойно Рассказать Я Ни разу Не встречал Просто Какие-то Ролики Вот На ваших Глазах Происходило Что-либо Связанное С Хищением Имущества Украинских Граждан Не важно Там Техника Автомобили Что-то Еще Там Ценности Какие-то И если Происходило Как это Выглядело Кто К этому Причастен И Какая Цель У этого Всего Была Видел Много Часто В разных Масштабах Мне Запомнилось Как на Мелитополь Когда мы Заехали В Мелитополь Мы Сидели Находились Еще В Камазах И Военнослужащий Нашего Батальона Инженера Саперного Выскочил С машины Забежал В какой-то Это Ну Территория Была Военного Аэродрома Там Ил-76 Или Ил-86 Они Не сильно Силен В моделях Самолетов Стояли Но Он Был Разбомбленный Этот Военный Аэродром На На Краине Мелитополя И Мы Туда Только Приехали Еще Слышны Были Выстрел Еще Бой Шел В самом Мелитополе И Вот Этот Военнослужащий В должности Заместителя Командира Взвода Выпрыгнул С КамАЗа Побежал В какую-то Подсобку Вытащил Оттуда Газонокосилку Газонокосилка Которая Одевается Через плечо Бензиновая И Он Был Такой Счастливый Я Как будто Он Выиграл Автомобиль Или Квартиру И Он Гордо Произнес Привезу Старшине Будем Косить Траву Возле Казармы Другие Увидели И Подумали Что Мы Зря Время Теряем Побежали Тоже Принесли Топоры И Товедра И Все Это Аккумуляторные Батареи Большой Емкости Которая Бывает На Грузовых Автомобилях Люди Это Было У людей Первое Первое Мародерство Их Ну На Территорию Украины Не знаю Может быть Дома Тоже Что-то Подобное Они Делают Но На Территории Они Были Очень Рады Что Они Дорвались Они Они Нашли Свою Удачу Они Ведра И Газонокосилки Потащили На На Аэродроме Облазили Эти Все Самолеты Кто-то Несет Велосипед Кто-то Несет Барабан Кто-то Баян Несет Кто-то Пытается Завести Технику Какую-то Грузовые На ушах Стояли В этих Камазах Но Тащили Все Подряд Было Как их Назвать Еще Тупое Было Я Небогатый Человек Я Никогда Много Не Зарабатывал Я Ну Я Я же Понимаю Что это Хлам Ну Зачем Оно Тебе Надо Зачем Ты Его Тащишь Оно Как Тебе Поможет В чем Оно Нужно Даже Если Оно Тебе Поможет Кто-то Такое Брать Оттуда Ты Туда Что-то Ложил Им Наверное Мама Не Говорила С Папой Не Бери Ты Туда Не Ложил Ничего Ты Ты Оттуда Не Бери Но Это Шутки Еще По сравнению С тем Что Вот Такмаке Происходило Такмаке Банкоматы Вскрывались Первыми Кто их Вскрывал Это были Что Ну Штурмовые Мотострелковые Разведыватели Подразделения Которые Там Заходили И Бои Вели Банкоматы Продуктовые Магазины Я Видел В поселке Бельмак Склад Бытовой Химии Порошки Мыло Памперсы Влажные Салфетки Мощные Средства Тоже Полностью Ну Не Полностью Все Было Вот Там Перевернуто Там Тоже Прошел Прошел Освободитель Там Тоже Прошел Своей Ногой Освободил Склад От Памперсов Все Все Четкие Пацаны Пытались Сесть На За Руль Машины Ну Бывали Такие Кто Покупал Машину Реально Покупал Давал Деньги И Сходился В цене С местными Жителями Но Это Были Как Были Единичные Случаи А Основные Это Были Либо Отбирание Машины Либо Кто-то Просто Оставил Какую-то Свою Шестерку Ладу Какую-то Ну Не забрал Может Человека Получше Машина Была Но Это Тоже Не Знаешь Что-то Теперь Он Подарил Ее Что-ли Если Он Оставил Свой Дом И Свою Машину Знаешь Что Ее Можно Брать Ну В основном Конечно Был Этот Они Были Путем Получены Вымогательства Эти Колеса И Бедная 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 ГСМ Дивизия Которая В основном Рассчитана На Дизельное Топливо Она Она Не ожидала Такого Пополнения Бензиновой Техники В вооруженных Силах И Бензин Был Очень Большим Дефицитом Потому Что Все Все Четкие Пацаны Выбрали Способ Передвижения На Украденной Украденных Автомобилях Ну Оговорюсь Были Мне лично Известны Случа Когда Человек Покупал машину И Покупал Ну Сходился В цене Не Но Это Ерунда Это На Уровне Погрешности От Общей Массы Был Такой Случай Что Один Военнослужащий Хотел Очень Сильно Ему Понравилось Шевроле Нива В одной Семье А И Он Забрал Эту Машину Еще Избил Хозяина Этой Машины Потом Выяснилось Это И Охрана Начальника Штаба Дивизии Она Его Короче Заставила Вернуть Эту машину Говорят Отвези Машину Отдай Хозяину Не Мороси Дурак Отдай Машину Хозяину Извинись Что Ты Врезал Ему Он Опять Поехал Хозяину И Добавил Ему Еще Ну Нехорошо Так Говорить Ударил Еще Опять Уехал Тот Опять Пожаловался В итоге Это Охрана Начальника Штаба Она Просто Избила Его Как следует Тварину И Ну Опять же Такие Что Можно Что Нельзя Ему За Что Получил Он То Можно Охране Начальника Штаба И Другим Не Все Равны Мародеры Своей Иерархи Автомобильная техника Тягачи Дорогие Хорошие Тягачи Вольво Мерседес Их Вывозили Оттуда В сторону Крыма И дальше Да все Что Можно Было Тащить Все Тащили Я видел Как Плитку Плитку Я имею Ввиду Сантехническую Загружали КамАЗ На одном из роликов Одном из видео Которое Вы Присылали Там Какая-то Достаточно Дорогая Новая Сельхоз Хозяйственная Техника Какая-то Была Да Это В окрестности Я сейчас Вспомню Локацию Запорожская Область Севернее Бельмака Севернее Такмака Но Южнее Орехово Район Орехово Там Была Большая Такая Такая База И Мельница Там Была Зернодробилка На этой территории Много Тракторов Это Супер Трактора Джон Дирк Кто знает Кто знает Даже Кто не знает Понимает Это Очень Дорогая Техника Трактора Разного Размера Разного Назначения Для разных Задач Для любых Задач Их Там Ну Единицы Восемь Наверное Точно Было И Мы Туда Когда Охраняли Артиллерию Мы Приходили Туда Купаться Там Также Был Особняк Особняк По всей Видимости Хозяина Каких-то Сельхозугодий Может Быть Он Был Арендатор Но Он Там И Проживал Потому Что Мы Приходили Купаться В этом Доме Потом Мы Не Могли Остаться Там На Ночь Лазить По Этому Дому Еще Что-то Подобное Мы Должны Были Опять Уходить Охранять Дальше Артиллерию Она С места На место Переезжала Она Делает Выстрел Перекат Она Может Ночью Делать Им Приходят Координаты Они Должны Готовности Выстрелить И Мы Находили Кое-то Время Приходили Там Скупаться Постираться И Уходили Но На Постоянном Проживании Там Тоже Были Бойцы Сотой Бригады Моздокской Они Вообще Там Как Как Это Выражение Я не Помню Масло Масло В сметане Сыр Масло Сыр В масле Да И Там же Эти Трактора Были Ну 42 Дивизия Не Дала Им Заскучать Тракторам А Еще Мне Такой Момент Очень Мерзкий Я Видел Я Много Мерзких Моментов Видел Но Это Тоже Запомнился Вот Эти Вот Бойцы С Сотой Дивизии Сотой Бригады Дивизии Без Разницы Шариков Они Ели Пили Там То есть Там В холодильниках Это Огромный Особняк Человека Работающего Человека Который Хозяин Который Создал Вокруг Себя Работу Упорядочил Ее Им Это Не Понять Они Дармоеды И Он Видимо Жил Там С семьей И У него Было Все Человек Действительно Состоятельный У него Был Погреб С вином У него Был Пруд С Японскими Карпами Японский Карп Кои Такие Бывают Рыжие Красные Разноцветные И вот Это Вот Быдло Вот Эти Шариковые Животные Твари Они У них Был Полный Это Эти Бойцы Моздокские Они У них Были Полные Холодильники Еды Свинины Живые Свиньи Там Были Курицы Полные Холодильники Любого Мяса Сухофрукты Мороженое Там Можно Ядерную Войну Было Пережить А Эти Персонажи Булгакова Они Ловили Этих Карпов И Их Жрали Они Решили Попробовать Я Я Я Знал Что Еще Читал Раньше Что В Японии Самураи Даже В Голодные Времена Даже Лютый Голод Они Их Не Трогали Этих Рыб Они Чисто Несли Эстетическое Удовольствие Как Питомцы Но О Чем Это Я Вообще Сейчас Какие Самураи Какие Самураи И Где Самураи И Где Освободители Как Те Видео Которые Вы Мне Присыл Эти Видео Те Фотографии Я Тоже Потом Посмотрел И Через Спутник Меня Удивило Насколько Человек Который Это Создавал Там Семья Насколько Они Любили Своё Дело Потому Что Это Действительно Современная Техника Большой Хороший Дом И Поля Сельскохозяйственные Уходья Ухоженные То есть Там Видна Рука Любящего Заботливого Хозяина Настоящего Хозяйственника Фермера Производителя То есть Очевидно Что Вот То Куда Вторглась Вот Это Как вы Говорите Да Там Освободители Они Пришли Туда Где Все Было Налажено Где Все Росло Все Развивалось И Все Было Так Как К сожалению До сих пор Нигде В России За все это время Я не видел Ничего Подобного Там Удивительная земля Бедный народ Полдокурная Такая И Олигархи Которые Все это Прибирают К рукам А тут Видно Было Что Человек Там Где Зарабатывает Там И Живет И Все Это С Любовью В Расчете Я В жизни Не Видел Место Прекрасный Там И Парк У Него И Фигурки Какие И Пруд И В пруду У него Карп Японские Но Человек Работал И Заработал Всю Эту Благодать Вокруг Себя Видно Что Это Огромная Семья Это Все Создавало Созидало И Видно Что Человек Который Там Пахал Работал Что Он Это Собирается Передавать Дальше Вот Я Просто Смотрел На Все Это Дело И Понимал Сколько Лет Труда Там Затрачено Для Того И В нем По-моему Даже Кто-то И погиб Из Вот Этих Военнослужащих Российских Так Я Слышал От Товарищей Уже На Момент Когда Уехал Оттуда Я Слышал Что Попал Снаряд В Дом А Еще Когда Хозяин Был Там Я Знаю Что К Нему Подходили Просили Электрогенератор Ну Дизельный Генератор И Тот Человек Который У Него Просил Он Сказал Дай Мне Пожалуйста Я Тебе Верну Его И Он Говорит Ты Жи Не Вернешь Мне Его И Он Говорит Я У Тебя Прошу Я Тебе Отбираю Я Тебе Обещаю Что Верну А Если Я Тебе Скажу Нет Ты Не Возьмешь Это Хозяин Говорит И Он Говорит Нет Не Возьму И Он Дал В 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 Гараже Стояло Две Машины Это Toyota Land Cruiser 200 И Еще Toyota Hilux И Вот Hilux Тоже 42 Дивизия По Моему 42 Либо 42 Либо 100 Моздокская Кто-то Из Них На Нем Потом Land Cruiser Не Смогли Завести А Эту Hilux Смогли И Прикорманили К себе Короче А Судьба Вот Этой Техники Тарак Таро Джон Дир Я Знаю Что Их Там Ни Одного Не Осталось Но Это Кроме 42 Дивизии Вряд Либо Это Командир Дивизии И Без Его Ведома И Без Ведома Куратора Дивизии Сотрудника На Три Буквы Тоже Вряд Либо Это Все Происходило Без Как раз По сути Дела Шло Ограбление Захваченных Территорий Ну Куда Отправились Эти Трактора Я не знаю Уверен Что Точно Они В полуостров Поехали А дальше Можно Только Догадываться Но Я Точно Знаю Что Когда 24 Мая Я Уезжал И Подъезжал К Государственной Границе Крыму К Границе Ну То есть Двигался На Юг Там Были Стояли Километровые Пробки Из Прицепов Шаланды С Зерном Все На Украинских Номерах Все Вывозилось Все Это Зерно Тысячи Тон Сотни Тысяч Тон Наверное Вывозились Из Запорожья Константин А Вот Какое Обозначение Наносили Разные Символы Какие-то Странные Наносили На технику Вот Когда Вы Видели 27 Февраля Во время Вторжения И Вот Дальше То Что Происходило На Ваших Глазах На Тех Участках На Военной Технике Какие Обозначения Наносились Наша Дивизия Наносила Только З Кроме З Еще Не Наносила Да Я Просто Как раз Вы Мне Рассказываете Сейчас Про Зерно Я Просто Думаю Единственное Я Тоже Слышал Что Вот Те Которые Произоходили Со стороны Крыма Во Время Вторжения Все Наносили Букву З В Все Это Было Там Севера С Беларуси Нападение А вот З И С учетом Того Что Там Зерно Выносилось Как бы Единственное Какой Я могу Вот Этой Буквы З Как бы Вот Привязать К тому Что Происходило Может Быть Спецоперация Зерно Как бы Там С Ограбление Украины На Зерно Потому Что Но Другого Какого Я Не Могу Спецоперация Позор Позор Да Уже Почти полтора часа Мы разговариваем У нас Впереди Я надеюсь Еще Не один Такой Большой Разговор Я знаю Что Вот Это Интервью Очень Многие Посмотрят Люди Из разных Стран Мира И Конечно Будут Смотреть Российские Военные Военнослужащие ФСБшники Конечно Посмотрят И Ваши Бывшие Сослуживцы И командование И те Посмотрят Кого Сейчас Вербуют В различные Подразделения Для того Чтобы Отправить Туда На войну Вот Если Обобщить Российским Военным Что Бы Вы Хотели Сказать Российским Военным Я знаю Почему Они Там Я знаю Что Военных Богатых Нету Что Их Держит Ипотека Семьи Какая-то Зарплата Стабильность Но Это Это Не то Ради Чего Стоит Потерять Хотя бы Даже Свою Жизнь Потерять Не говоря Уже О каких-то Более Высоких Принципах Людских Человеческих О том Что Вы Напали Мы Напали На Людей Вы Я знаю Я знаю Что Никто Не верит В эту Сказку Про То Что На Нас Хотели Напасть Никто Конечно Это Не Не Скажет Скажет Да Но В глубине Это Души Вы Все Знаете Что Что Вас В Нас Дурят Я Знаю Что Все Были Уверены Что Это Быстро Закончится И Все Никто Не Хотел Все Были Уверены Что Быстро Закончится Никто Не Верил Но Все Почему Чему Одному Мы Верим А Вызывает У нас Доверя А Что Другое Не Вызывает Почему Когда Вы Бываете На Рынке Вы Понимаете Что У вас Там Могут Обвесить И Обсчитать А В Другом Более Серьезном Вопросе Где Ваша Жизнь Стоит На Кону Вы У Вас Не Срабатывает Ваше Сознание Вы Верите Но Большинство Не Верят Желаю Вам Желаю Вам Всем Быть Мужчинами Мне Постоянно В армии Говорили Ты В первую Очередь Офицер Я Говорю Нет В первую Очередь Я Мужчина Они Говорят Нет Ты В первую Очередь Офицер Я Спорил Нет В первую Очередь Я Мужчина Во вторую Очередь Я Офицер И Это Важно Это Важный Момент В Армии Приказы не обсуждаются, да, понятно, но тут же и указано, что преступные приказы тоже нельзя выполнять, противоречия, но выбирать вам, выбирать вам жить или умереть. Здесь один товарищ, знакомый мой, он поехал, он собирался и в итоге поехал за добровольцем, ну как, добровольцем за деньги, я не понимаю, почему их называют добровольцами, это наемники, отряды Барсы, ЧВК, все остальное, какие они нахрен добровольцы. Добровольцы идут добровольно, а вы наемники, вы не называйте себя добровольцами, добровольцы идут пожар тушить, за это ему не платят, и на войну тоже защищать какие-то, вот в Украине могут быть добровольцы, а в России добровольцев нет, вы все наемники, убийцы наемные. И вот этот один доброволец, он говорит, а мой сын вырастет и спросит меня, папа, почему ты туда не пошел? Он так отвечал на мой вопрос, зачем тебе это надо? Не глупи, не совершай ошибку, не езжай туда. Я говорю, а почему ты уверен, что твой сын задаст тебе вопрос, папа, почему ты не поехал? А может быть твой сын спросит тебя, папа, почему ты туда поехал, что ты там делал? Ты об этом не думал, что твой сын тебя так может спросить? Нет, он меня так не спросит. Ну, об этом они не думают, что ваши дети могут вас спросить, папа, почему ты туда поехал? И ты искаешь своему ребенку, что потому что у меня ипотека была, я поэтому там убивал людей, или потому что у меня там оставался год до пенсии, или для чего еще. Да вы не будьте болванами, очнитесь уже. Вы же спорите, когда не там вас заставляют копать, или не там заставляют ставить палатку, вы спорите, вы негодуете. Вы спорите, когда несправедливо вас ставят в наряд, когда вас несправедливо лишают премии, лишают денег. Да вы каждый день сталкиваетесь с несправедливостью вооруженных всех. Я 10 лет отслужил, я знаю, о чем я говорю, и вы все прекрасно со мной согласитесь. Но там, где касается вашей жизни, ни палатки, ни выходного дня, ни премии ежемесячной, а там, где касается вашей жизни и жизни невинных людей, вы покорные, безропотные. Я не знаю, очнитесь. Что с вами, вы в дурмане в каком-то, или в каком вы состоянии, уже год этот, без малого год этот длится. Уносите оттуда ноги свои, саботируйте приказы, итальянскую забастовку устроите. Ну, вы большинство шариков, вы не знаете, что это такое. Я не хочу вас оскорблять и оскорбить, и унижать вас не хочу. Но я знаю, те, кто со мной дружат, те, кто меня знают, я сейчас друзей ни одного не потерял. Вот говоря то, что я говорю, врагов много нажил, а друзей ни одного не потерял. Приобрел, может быть, тоже, может быть. Но я знаю, что вы думаете так же, как я. Многие из вас мне позавидуют, что скажут, да, он набрался храбрости. Да не набрался я, может, она у меня была всегда. Но она же и у вас есть. Я же знаю, многие из вас не трусы. Мы сами не заметили, как для нас стало нормой унижения в вооруженных силах. Коррупция. Вы же все знаете, чтобы получить служебное жилье, нужно дать деньги. Чтобы продвинуться на какую-то должность, нужно дать деньги. Чтобы получить ветеранское удостоверение, нужно дать деньги. Вы же, так знаю, нету никогда, не знаю, не была справедливая система. Ну почему вы продолжаете? Уже она вас загоняет умирать. Сдохнуть она вас уже загоняет, эта система. И все равно вы все никак не очнетесь. Вы думаете, меня не коснется, да? Меня. Это что за надежда на... Вы не в казино, где вы все деньги проиграете и выйдете оттуда и пойти. Вы там жизнь проиграете. Подумайтесь. Предпринимайте что-то. Я себя запятнал тоже. Я себя тоже смолодушничал, когда не уехал в первый день. О чем я жалею? А у вас? Кто хоть с первого дня там до сих пор находится? Хоть кто вчера туда попал? Вам там нечего делать. Я даже не говорю о том, что вы напали на невинных людей. О том, что вам в уши нассали. О том, что они хотят напасть на нас. Я даже об этом не говорю. Что вы заставляете страдать невинных людей. Непричастных ни к чему не людей. Вы о себе, о своей шкуре подумайте. О своих родных. Выкиньте из головы эти тупорылые представления, что им лучше наверху известно. Они лучше знают. Они лучше понимают. Мы же всего не знаем. Но вы всего не знаете. Но вот сторону вы приняли. Вы знаете, тот, кто человек, кто всего не знает, тот не спешит сторону принять. А вы приняли сторону конкретную. Там лучше известно. Им лучше известно. Кому лучше известно? Так вы нахрен никому не нужны. Кроме своих близких. Вот и вернитесь к ним. Перестаньте выполнять приказы. Да хоть сдайтесь. Да хоть придумайте что-нибудь. Вам что, совсем недорога своя жизнь? Одумайтесь, одумайтесь. Возвращайтесь домой. Мобилизованные. Вы вообще уникальные люди. Если военнослужащие заработали у себя на службе ипотеки. И сейчас живут у них их родные в этих квартирах. А он уволится, его семья окажется на улице. Да бог с ним, пойди потаксуй, загорбаться. Не дурачок. Найдешь себя в жизни, снимешь квартиру. Чем убивать людей за то, чтобы твоя семья жила в квартире, которую ты заработал. То вы мобилизованные, вы вообще уникальные шариковые. Вы вообще уникальные люди. Вы вместо того, чтобы уехать на деревню к деду, вы приезжаете. Эта армия не справилась. Вы куда решили сунуться? Вы думали, вы на прогулку поехали? На рыбалку? Вы видели, что было в новогоднюю ночь? И как вам сказали? Что это вы, эсэмэски писали? Что это вы виноваты? Вам так и будут говорить? Вы так и будете там умирать? Я не понимаю. У меня... Я что, самый начитанный, умный или... У меня слов нет. Я дома тоже постоянно не мог молчать, спорил со всеми. Такую слышал ахинею, что... Я не знаю, где у людей... Их какое-то собственное мнение, собственные мозги. Настолько все хреново. Возвращайтесь домой. Вам надо... И что, все... Во Владикавказе все многодетные семьи обеспечены жильем? Все старики... У моей матери пенсия 11 тысяч рублей. Мы спасем Донбасс. Мы присоединим территории. У вас дома... Вы, голодранцы... Я сейчас обращаюсь к мобилизованным и к военнослужащим. Вы голодранцы, вы нищеброды. Вы полезли где-то порядки наводить? Вы кого послушали? Вы бросите из головы вот эти байки, эти сказки о величии, о скрепности, о высоком назначении, предназначении. У вас дома просто пожар, горит, вас подтапливает, у вас горит крыша. Вы нищие. Ваши дети что едят? У вас... Вот в холодильнике ваши... У вас там все есть, что вы хотите? Вы хотя бы едите продукты, которые вы хотите есть каждый день. И ваши дети? Куда вы полезли спасать кого-то от нацистов? Вы совсем с ума сошли? Рядовые, прапорщики, сержанты, старшины, офицеры, майоры, полковники... Я вам сейчас что, говорю, то, что вы сами не понимаете? Я вам что-то новое открыл. Вы же это все знаете. Так действуйте. Чего вы еще ждете? Два года вы хотите воевать? Три года? Сколько? До последнего, пока... Пока последнего вас не убьют. Мобилизованы вы... И те, кто еще не мобилизован, и те, кто мобилизовался, вы еще тупее. Гораздо. Недоумки вы. А те, кто поехал на деревню к дедушке, те, кто нашел способ скрыться, те молодцы, те умные. И они и не поедут. Их и не станут особо искать. Я не знаю, что еще сказать. Последние два коротких вопроса. Константин, в общем объеме сколько вы прослужили? 9 лет, 11 месяцев, сколько-то там дней. Почти 10 лет. Да. Вместе с годом, с одним годом срочной службы. И еще я стал офицером, стал лейтенантом. Первое офицерское воинское звание в 2017 году получил. Закончил лейтенантские курсы. Я не щихлебал, я не упал, я не с училища, где из них рабов делают. Я прошел путь от срочной службы, военнослужащим контрактной службы, и стал офицером. И все этапы знаю, ну, до момента командира взвода. Ну и выше тоже знаю. Как вам, как человеку, который 10 лет почти отдал воинской службе, армии, которая вообще изначально, да, как министерство обороны, министерство защиты, да, армия, которую учили защищать свою страну и потом в результате вот это вот не защита, а нападение, каково было принять решение о том, чтобы покинуть Россию? Ту страну, за которую почти 10 лет вы готовы были служить, воевать, защищать? Владимир, у меня была профессия, специальность моя. Я был командиром взвода разминирования. С 2018 года я разминировал Чеченскую республику. После двух войн, что там прошли, там было много работы. Я не сидел где-то в штабе, не сидел на складе, ни какого-то, я не чей-то племянник, я не чей-то приближенный. Я стал, пошел в вооруженные силы, потому что по образованию инженер, электрик, электроснабжение промышленных предприятий, но на заводе была маленькая зарплата, а жил я с мамой бедно и платили нормальные деньги в вооруженных силах только. Ну не только, в полиции тоже еще. И вот так, так, дальше, 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 дальше. Шанс получить жилье, военную ипотеку. Россия же нищая. И поэтому только в силовых ведомствах возможно было хотя бы что-то, какие-то гроши заработать. Так и занесло меня в армию. Я не, я правду говорю, я не из-за того, каких-то идейных соображений, что вот я мнил там себя защитником отечества, или вот с детства наигрался в солдатики, из семи военных. Нет. Все намного прозаичнее. 30, 17 тысяч зарплата на заводе инженеру, электрику, и 30 тысяч зарплаты водителю, рядовому водителю контрактной службы. А потом, когда отслужил три года, уже стаж идет, уже еще три года отслужил, уже ипотека, накопления какие-то. Я сейчас уволился, я через два года я бы смог забрать 4 миллиона рублей накоплений. А так как я уволился, я эти деньги потерял. Я потерял зарплату в 93 тысячи. Это очень хорошая зарплата для Осетии, для Владикавказа. Это очень хорошая зарплата. Я занимался любимым делом. Я знал, что не дармоед, не какой-то штабной шнырь, не складской бухарь, который тащит со склада что-то домой. Я со своими друзьями, мы своим коллективом разминировали землю, на которой потом хлеб сажали, на которой что-то строили. Мы я не знаю профессии в вооруженных силах благороднее, чем разминирование. Кто-то, может быть, все знает. Я нет. Это самая лучшая, самая мирная профессия. И этот человек, один этот человек, он у меня забрал это все. А сидеть и прятаться от повестки где-то на съемной квартире, это медленно. Для моего достоинства, для моей чести, для меня это невыносимо. Я офицер, почему должен прятаться, как вор? Я что-то украл? Почему я должен идти убивать кого-то, кому-то что-то захотелось, кто-то там решил. Конечно, мне непросто было оставлять свою страну, уезжать, но еще тяжелее мне было прятаться и молчать. кому-то легко, вы, наверное, счастливчики, хотя нет, вряд ли, вы ничтожны, вы несчастны, вы не можете говорить, вы никогда, наверное, не сможете говорить, что вы хотите сказать, что вы думаете, а я не хочу таким быть. Очень. трогательно и очень уважаю вашу позицию жизненную и я надеюсь, что то, что говорите вы так искренне на разрыв вот это вот сможет пробудить и тех, кто находится в плену иллюзий. Наверное, у меня сегодня закончились вопросы, потому что есть о чем подумать, то есть вопросов, конечно, много и хочется с вами еще ни один и ни два раза пообщаться. очень интересный собеседник, очень интересный человек, надеюсь, что со мной многие мои уважаемые подписчики и зрители согласятся и напишут так же, как и я, вам слова поддержки и благодарности за этот искренний честный рассказ, а самое главное, за вашу жизненную позицию, потому что еще раз подчеркну, иногда мне многие, не многие, а некоторые недопонимающие пишут, Владимир, вот вы помогаете тем людям, которые там были в российской силовой системе и так далее, ставим мне в упрек, будто бы мы туристическое агентство, а мы не туристическое агентство, мы команда правозащитников, которые действительно хотим в полном объеме провести независимое расследование, кто хочет помочь международному расследованию, внести какую-то свою лепту, узнать правду. И, конечно, когда к нам обращаются люди, которые действительно проявляют принципиальность, кто располагает очень важной информацией, которая имеет доказательное значение, и их гражданская позиция, вот она, как сегодня мы услышали, против войны, как я могу таким людям, как Константин, не помогать. Я не могу. Конечно, то, что мы можем, мы стараемся помогать, потому что мы понимаем, что это тот важный путь, который нужно проходить вместе, объединяя усилия, проявляя солидарность для того, чтобы положить конец этому ужасу, который творится в России, который российская армия, к сожалению, привнесла на территорию независимого демократического государства. Напоследок, что-то зрителям, подписчикам канала «Гулагу» нет, нашей команде, если хотите что-то добавить, и тогда будем потихонечку закончить. Я хочу поблагодарить вас, Владимир, за то, что помогли мне. Я, честно, я не ждал, не надеялся, не ожидал, не считал, что мне кто-то что-то должен. Я написал вам, вы ответили через две минуты. Я даже не посмотрел на нас на телефоне, я не поверил, что вы можете мне ответить. И потом, спустя время, глянул, и так мы с вами тогда и познакомились, и начали наше общение. Я очень удивлен, что и рад, удивлен тому, что такие люди, как вы, есть, и рад, что такие люди, как вы, есть. Удивлен, что таких людей мало, на самом деле. У нас огромная страна, и много хороших людей, но таких, как вы, очень мало. Это очень я расстраивает. Но тем ценнее вы, тем ценнее вы для всех нас, тех, кто к вам обращается за помощью, кому вы помогаете, кому вы даете возможность жить дальше, не в страхе за свое будущее, за свой завтрашний день. возможность высказаться, возможность что-то менять в умах, в первую очередь в умах людей. Я надеюсь, что если хотя бы мнение одного человека изменится благодаря тому, что я сейчас говорил, я уже не зря, и я думаю, и вы не зря делаете свою работу. Я тоже на это надеюсь, и мы познакомились с вами в 2022 году, много месяцев назад. Сейчас 2023 год, наступило то самое будущее, которое когда-то мы представляли себе далеким будущим. Я от себя, от всей команды New Designs Foundation и ГУЛАГу нет. Хочу вам, Константин, пожелать всего самого доброго в новом году. В первую очередь, свободы навсегда. Возможности, переместившись через океан за тысячи километров от вашего родного дома, возможности и способности обрести новый дом, новую работу, которая не будет вас отнимать душевные силы и которая наоборот будет приносить вам какое-то умиротворение и возможность иметь комфортную, полноценную, хорошую жизнь для вас. и я очень надеюсь, это я скажу сейчас как есть, я надеюсь, что мы сможем объединять вместе усилия с вами и чтобы наша команда с каждым днем становилась сильнее, не потому, что нам надо быть сильнее, потому, что мы хотим построить какую-то свою армию, а я сейчас говорю в духовном смысле, потому, что мне кажется, что хороших людей больше, плохих. И я знаю, что в России спецслужбы очень целенаправленно работают, бросая на уничтожение меня, на уничтожение ГУЛАГу нет, и Нью-Йорк Фондейшн, нашей команды огромные усилия, они готовы тратить миллионы долларов и евро, кого-то запугивая, кого-то подкупая, завербовывая, потому, что они видят, что мы на стороне правды, и при том, что у нас нету никаких ядерных ракет, нету никаких миллиардных счетов, есть просто вот правда, вот, Библия, которая всегда справа от меня, есть уважение и доверие зрителей и подписчиков, есть возможность вот объединяться для того, чтобы проводить независимое расследование, для того, чтобы открывать многим людям глаза, и вот я надеюсь, что от того, что мы с вами объединим усилия, во-первых, ваши показания, и я в этом убежден, имеют очень важное значение, очень важное значение для Международного уголовного суда, для правоохранительных органов Украины, для правоохранительных органов Российской Федерации в будущем. И я действительно верю в то, что именно честная позиция людей вот с достоинством, с правильным воспитанием, с честью, вот ваша открытость, смелость, откровенность, они действительно многим там сейчас, кому пропаганда застилает разум, кому сверху жизненные обстоятельства диктуют необходимость подчиняться и забывать про честь, про достоинство, чтобы они одумались, остановились и вспомнили, кто они, как вы вспомнили, как вы знали всегда, что вы в первую очередь мужчина, не маленький винтик в какой-то системе, не а как живут, ну потому что, а что все начинается с нас самих, с того, что мы видим в Библии или кто-то в Коране или кто-то в какой-то другой книге, с того, что мы вспоминаем, как нас воспитывали мамы, папы, наши семьи, чтобы мы вспоминали, для чего мы пришли на этот свет, чтобы мы вспоминали, ради чего наши деды и прадеды, у меня, например, мой прадед был командиром полка, Василий Осечкин, Василий Иванович Осечкин, он отдал свою жизнь, сражаясь с фашистами, с нацистами, и представить нашим всем дедам и прадедам русских, россиян и украинцев, что когда-то, много-много лет спустя, 24 февраля, ранним утром или ночью, вдруг русские, россияне, россияне нападут на Украину с ракетами, с бомбами и так далее, мне кажется, что никто бы, никто бы в 45-м, в 46-м, в 47-м, в 50-х, в 60-х, в 70-х, в 80-х, в 90-х, когда бы в жизни никто бы не поверил, ни из россиян, ни из украинцев, что такое может быть возможно. А потом мы видим старого диктатора, обезумевшего от этого желания еще больше взять земель, войти в учебники истории, как там присоединитель земель русских, что сейчас мы окажемся в той ситуации, когда вот я слышу вас, слушаю, верю вам, и это мозаик, это один эпизод, то, что видели вы своими глазами, а что происходило во время этого вторжения более глобально, с каким мальчишкам в таких вот гаражах или в этих пыточных сломали носы, выбили зубы, прострелили там руки и ноги, за что? За то, что они защищали свой дом, свою родную землю, поэтому, Константин, от себя хочу сказать спасибо огромное за то, что когда-то решились и написали мне, я надеюсь, я вас не подвел и сумел сохранить конфиденциальность, анонимность до момента, пока вы не покинете территорию России и не улетите на ту сторону Атлантики, где окажетесь в безопасности. Спасибо вам за доверие, спасибо вам за ваше мужество и за ваш вот этот искренний рассказ. Единственный вопрос, который я хотел бы не я чувствую сердцем, я все понимаю, но я обязан задать его вам. Вот это последнее, наверное. Вы то, что сегодня рассказали оказывал ли кто-то на вас какое-либо давление, чтобы вы все это рассказывали и готовы ли вы будете вот то, что вы сегодня мне рассказали о том рассказать следователям, прокурорам международного расследования по линии ООН, по линии международного уголовного суда, сотрудникам, следователям и прокурорам Украины, каких-то других стран, которые присоединятся к этому большому международному расследованию. Вот про давление на вас и про готовность сотрудничать с расследованием, чтобы раскрыть все вот эти вот факты пыток, в том числе тех пыток, которые совершали Шапаго и Дутов. Никто не оказывал на меня никакого давления. Я все, что говорил, говорил то, что сам считал нужным и то, что видел. Во-первых, то, что видел, то, что начал нужным. И я готов говорить это кому угодно, и лишь бы негодяи и виновные в преступлениях военных понесли наказание. Спасибо большое, Константин. И я очень надеюсь, что в ближайшие дни, в ближайшие недели у нас будет еще возможность еще дополнительно поговорить. И, конечно, я очень надеюсь на то, что все будет позитивно складываться и дальше в ближайшие недели, в ближайшие месяцы. И мы сможем помимо вот таких серьезных глобальных, очень важных разговоров, имеющих историческое значение. Очень надеюсь, что мы сможем еще снять какие-то более легкие, какие-то позитивные интервью с вашими впечатлениями, с вашими рассказами о вот этом большом вашем путешествии через целый ряд стран, о вашей эвакуации и о вашей новой жизни, которую, я надеюсь, сейчас начнется, и что все там будет у вас на новом месте успешно и хорошо. Ну, а в свою очередь я и вся наша команда, мы постараемся вас максимально поддержать. Если, да, было бы, наверное, некрасиво с моей стороны, если бы я вам не предложил, вы что-то еще хотите от себя добавить, возможно, сказать, наверняка, ваши близкие, друзья, родные, знакомые, вот откуда вы родом, с кем вы служили, будут тоже смотреть и за вас переживать, вот вас, когда вы уехали из России, за вас же наверняка переживали, что-то, может быть, им хотите сказать, добавить? Да, я хочу сказать, что те, кто меня знают, и они, я не стал в их глазах кем-то другим, нежели кем я был раньше, поэтому я, а даже если бы и стал, то я бы все равно сделал то, что считаю нужным, и говорил, говорил бы, и хотел бы говорить то, что считаю нужным, но мне повезло и с близкими, и с друзьями, и в этом отношении у меня сердце спокойно, и я знаю, что меня любят, со мной согласны, меня поддержат, пусть не вся моя малая родина, мой любимый Владикавказ, многие меня будут осуждать, многие, но мне до них нет никакого дела. Вам спасибо, что дали такую возможность, помогли мне, буду рад новым встречам с вами. Спасибо огромное, Константин, и на последок у меня обращение ко всем нашим уважаемым зрителям и подписчикам, кто сейчас смотрит трансляцию этого большого разговора, кто потом в последующем в записи будет на нашем канале смотреть. Вы знаете, это тот случай, когда очень важно поставить лайк не потому, что что-то там нравится или не нравится, а потому, что это, как слово, важно. Это важно продвигать в Ютубе, чтобы как можно больше людей и в России, и в Украине, и на всем постсоветском пространстве, и в Европе, и в Америке, по всему миру вообще, чтобы люди видели это очень важное свидетельство Константина Ефремова, чтобы они знали правду. Пожалуйста, делитесь ссылкой на это видео в социальных сетях, в мессенджерах, отправляйте это вашим коллегам, друзьям, родственникам, единомышленникам, потому что это правда. Это то, что, по крайней мере, в ближайшем будущем не покажут по телевидению в России. Это та правда, которая от вас скрывает, но это та правда, которую очень важно знать для того, чтобы принимать важные решения для наступления светлого будущего, в том числе в России, конечно же. И комментируйте, в чате пишите комментарии, в основной ветке комментариев, пожалуйста, выражайте свое мнение, не менее 7-8 слов, пишите то, что вы думаете. Не обязательно соглашаться во всем с Константином или со мной. Главное, выражайте свое мнение и при этом, конечно, просьба, убедительная просьба даже к тем людям, которые являются моими хейтерами или теми людьми, которые не соглашаются с Константином, пожалуйста, сохраняйте все-таки какую-то разумность, вежливость, без оскорблений, без хамства, потому что, еще раз подчеркну, очень важно аргументировать свою точку зрения и выражать ее вежливо и культурно, уважая правила Ютуба и нашего чата. На сегодня у меня все. С вами были Константин Ефремов. Константин, спасибо вам огромное за эту беседу. И мы, конечно же, продолжаем. И с вами, да, был Владимир Осечкин сегодня. Мы продолжаем «Быть добру, а ГУЛАГу и войне нет в 21 веке». Всем спасибо и, Константин, еще раз от меня признательный за этот разговор. Самые добрые всем пожелания, кто это смотрел, «Нет войне». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok